Продолжаем наш эфир и к нам присоединяется Илья Нисходовский, эксперт по экономическим вопросам, кандидат экономических наук. Доброе утро. Здравствуйте. Доброе утро. Ну вот после более месяца обсуждения Европейский Союз все же согласовал 14-й пакет санкций против России. Впервые ограничения коснутся российского СПГ. Этот пакет еще больше ограничит доступ России к ключевым технологиям. Лишит ее доходов от энергетики, нацелится на теневой флот Путина и сеть теневых банков за рубежом. Вот об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйн. Утвердить новый пакет главы МИД ЕС должны уже в понедельник, 24 июня. Как вы думаете, утвердят, что Венгрия была против, потом Германия долго блокировала этот пакет. И некоторые разногласия все же остались? Ну тут надо понимать относительно того, как вырабатывается решение в Европейском Союзе. То есть до того, как решение принято, идут обсуждения. В процессе этих обсуждений какие-то страны высказывают свои, скажем, предупреждения относительно того, что это может как-то негативно повлиять, что они против какого-то пункта именно такой реализации, находят компромиссный вариант. И вот когда находится полностью компромиссный вариант, который удовлетворяет все стороны Европейского Союза, в этом случае уже решение принимается, оно выносится на то, чтобы проголосоваться. Оно публикуется в прессе, и уже после того, как это все какие-то противоречия были устранены, соответственно, тогда уже происходит голосование. Поэтому уже в процессе самого голосования каких-то внутренних противоречий или там выступать против обычно ни одна страна не выступает. То есть решение уже принято, решение уже подготовлено. Все знают о том, какое это решение, все знают, какие пункты этого решения есть. Все уже оценили то, как повлияют эти пункты решения на ситуацию непосредственно в их странах. Они уже подготовились к этому решению и, соответственно, уже голосуют за. Поэтому вероятность того, что какая-то страна выскажется против и заблокирует такое решение, но оно фактически равняется нулю. А как, Илья, вот в целом вы оцениваете вот этот 14-й пакет, да? Насколько болезненно он ударит по экономике страны-агрессора? Ну, я уже давно все пакеты Европейского Союза по санкциям рассматриваю с точки зрения эволюционного влияния. То есть уже давно нету пакетов, которые были, скажем, революционные, которые запретили, например, провоз нефти Балтийским морем. И это был бы существенный удар, который бы ограничили существенно российские банки осуществлять расчеты в евро, в международных расчетах и так далее. То есть нету революционных таких существенных ударов. Это просто закручивание гаек и ограничение того, где есть какие-то лазейки, которые Россия использует для того, чтобы зарабатывать. Если мы будем говорить относительно соотношения того, как Европейский Союз сотрудничает с Россией, и относительно тех санкций, которые вводятся, то возникает вопрос. Вы наоборот, на данный момент нарастили покупку, например, российского газа. То есть есть пакет санкций, где вы будете это ограничивать. Есть непосредственно контракты, которые вы выполняете. Вы нарастили покупку российского металла, то есть отдельные страны. То есть это тоже вопрос, насколько вы готовы даже где-то уступать по своим интересам, на своим заработками, но все-таки ограничивать эти моменты. Но если рассматривать в целом, то есть какие-то эволюционные правильные решения. Мне лично, например, больше понравился не только СПГ, его ограничение торговли, потому что на сегодняшний день, если будем брать «Газпром», он существенно потерял европейский рынок, и там осталось просто в десятки раз меньше того объема газа, который она торговала. Остается средство сжиженный газ, и по сжиженному газу принимаются правильные решения. Но мне больше понравилась эта ответственность европейских компаний за деятельность своих филиалов и дочек. Почему? Потому что мы очень часто слышим, что европейские компании работают в России, платят огромные деньги, огромные налоги. И, соответственно, когда они имеют основной филиал, основной, скажем так, центральный офис в Европе, кроме этого они имеют филиал, работающий филиал в Украине, и постоянно представители этого филиала, представители этого центрального офиса говорят, ну, это не мы, это вот офис, это вот они, мы вообще выступаем против, мы бы хотели, чтобы они вышли из рынка России, ну, мы ничего не можем делать, они там зарабатывают деньги и тому подобное. Я считаю, что это недопустимо. То есть вот это вот двуличие, которое на сегодняшний день есть, оно абсолютно неправильное. И необходимо, чтобы центральные офисы несли ответственность за то, что европейские компании, ихние филиалы, ихние дочки работают на страну агрессора, помогают в том числе даже некоторые европейские компании, которые работают на территории России, объявляли какие-то акции в поддержку СВО. Это вообще парадокс. Я считаю, что за это должна быть, если не дотягивается криминальная ответственность до тех людей, которые это организовали на территории России, то должна быть криминальная ответственность, соответственно, у самого центрального офиса, у этих людей, которые, да, не имеют прямого отношения к этому, там внесены капиталы, но используют ваше имя, используют ваши технологии, используют ваши бизнес-модели для того, чтобы вы зарабатывали деньги и финансировали эту войну, и вы поддерживаете эту войну, то есть должна быть ответственность. Вот за это я считаю это решение очень правильное, и пора уже европейские компании уже окончательно поставить точку, понять, что страна-агрессор, это то же самое, что ваши компании, если там находятся, вы фактически для этой компании финансируете войну, вы убиваете в том числе финансового украинца, вы даете деньги на это все, поэтому выходите, у вас все равно будут потери, вы все равно потеряете эти филиалы, у вас все равно заберут эту прибыль, рано или поздно, с кем вы играетесь? С тем, кто никогда не выполняет международные договора? Поэтому в этом отношении, я считаю, вот это решение лично мне считается очень правильным для того, чтобы центральные офисы не снимали с себя ответственность за деятельность своих филиалов. Да, кстати, вот именно этот пункт как раз очень не нравился Германии, вот очень долго они сопротивлялись, но вот решение таки приняли. Но знаете, вот несмотря на все санкции, Россия остается ключевым экспортером атомных электростанций, и отношения, которые Москва выстраивает через ядерные проекты, превосходят даже длительные контракты на поставку газа по трубопроводам. На сегодня атомная корпорация Росатом участвует в строительстве более трети новых реакторов, которые строятся в мире, вот об этом пишет Financial Times. Ну и плюс еще, да, и экспорт ядерного топлива. Скажите, как так получается, и как вот это все можно остановить? Ну, тут решение однозначно уже принимается. Соединенные Штаты Америки, во-первых, ввели санкции по отношению к российскому топливу, и это правильное решение. Кроме этого, страны J7 приняли решение про инвестиции в переработку, потому что сама Россия покупает топливо у Казахстана. Казахстан является лидером стран, где добывается урановая руда. А Россия фактически его перерабатывает и продает. И вот благодаря вот такой монополии на поставке топлива, плюс еще наличие дешевых технологий по сравнению с европейскими, американцами, они и осуществляют эту экспансию. Поэтому тут действия происходят, и эти действия правильны. Ну, еще необходимо отметить, что Европа очень зависима от Росатома. Росатома почему? Потому что идет и поставки, соответственно, топлива, идет вопрос относительно того, что они обслуживают те атомные электростанции, которые в свое время Советский Союз построил на территории Восточной Европы. И как результат они уже зависят технологически. И самое главное, в вопросах безопасности они зависят от России. Они не могут просто так отказаться, понимая, что это может привести к очень ужасным последствиям. Поэтому тут как необходимо действовать? То, что проинвестировано, это замечательно. Вы только закроете свои собственные потребности в производстве атомного топлива. Но также надо вести и переговоры с Казахстаном, и также создавать соответственные мощности для переработки этого топлива в других странах, производить это топливо в других странах. Вот на этом надо делать акцент. Только Россия потеряет вот эти урановые руды в тех объемах, которые у них есть, соответственно, и влияние будет уменьшаться. Поэтому во всем мире очень важно, чтобы российские технологии как раз не были использованы, чтобы переманивать, скажем, те страны, которые хотят построить у себя атомные электростанции, предупреждать, что на будущее у вас могут быть проблемы. Стоит ли, например, какая-то ваша экономия в том, что вы сейчас построите дешевле эту атомную электростанцию, если рассматривать в более таком глобальном процессе, что на будущее у вас могут быть какие-то проблемы и с безопасностью, какие-то проблемы с экономической зависимостью, какие-то проблемы в целом. Вот в таком случае это будет менять. То есть это глобальный процесс. И тут еще надо не забывать один такой момент. Россия, они удерживают фактически в таких заложниках Запорожскую атомную электростанцию и через это давить на МАГАТЭ. То есть угрожая Европе в том числе нарушением ядерной безопасности. Поэтому МАГАТЭ тут тоже в каких-то определенных таких зависимой ситуации и выдает свои пресс-релизы, которые не являются такими, чтобы больно били по России и не отображали реальность, которая сейчас происходит на этой Запорожской атомной электростанции. Поэтому в отношении очень такой многогранный вопрос. И не на один год. Кыргызстан и Узбекистан договорились с Китаем о строительстве железной дороги в Европу, которая пойдет в обход России. Об этом пишет Moscow Times. Соглашение стороны подписали 6 июня в Пекине, а строительство должно начаться в октябре. И в СМИ упоминается, что эта железнодорожная магистраль протяженностью около полутысячи километров станет частью глобальной инициативы. Китай один пояс, один путь. Как вы считаете, это из географических, логистических каких-либо соображений обошли Россию? Или здесь какие-то более глубокие причины? Ну, надо понимать, что тут не столько имеет вопрос с Россией, потому что этому проекту много лет. Он не возник как способ обхода России. Он возник намного раньше. И Китай этой идеей живет для того, чтобы поставлять свои товары с железной дорогой непосредственно в Европу, для того, чтобы обеспечивать мир своими товарами. Для него эта логистика очень важна. И это не вопрос такого вызова или противостояния России или Китая. Это именно вопрос, фактически, зарабатыванием Китая, обеспечения необходимых поставок для него в Европу своих товаров. Поэтому он инвестирует в это огромные деньги для того, чтобы построить этот путь. Чем руководствуется? Руководствуется тем, что ему в целом необходимо такое железнодорожное сообщение. Это первый момент. А второй момент, это действительно с точки зрения логистики просчитывается наиболее оптимальный путь с наименьшими затратами для того, чтобы это поступало в Европу. Европа для Китая является наибольшим рынком. И, соответственно, он хочет его еще больше сделать зависимым от своих товаров. Поэтому в этом отношении это интересы Китая. Он руководствуется своими исключительно экономическими сферами влияния. Поэтому и строит целенаправленно этот процесс. Не на один год, это на многие десятилетия. Но Китай видит в этом огромную перспективу для себя. Илья, спасибо, что приняли участие в нашем эфире. К сожалению, эфирным временем мы несколько ограничены. Об отношениях России и Китая, в том числе экономических. Мы, надеюсь, поговорим еще далее в наших эфирах. Всегда рады видеть вас на Freedom. Илья Нисходовский, эксперт по экономическим вопросам, кандидат экономических наук, был на связи с нашей студией. Субтитры создавал DimaTorzok